здравствуйте дорогие мои зрители добро пожаловать на мой канал сегодня предлагаю вашему вниманию перевод с немецкого видео обзора нового дополнения на работу некоторый момент я вырезала из оригинального видео так как видео очень длинная ссылка на оригинал быть по боксе поехали привет добро пожаловать на let's talk about sims специальный выпуск посвященный выходу дополнения на работу я даниэль я разговариваю сегодня с матиэсом сайта simfans.de который был на предварительном показе мероприятия привет народ это мой первый раз на youtube канале simfans.de я реально рад и мероприятие было супер классным должен я сказать и я должен был первый раз в жизни встать очень рано в 5 часов утра и должен был успеть на поезд от готингема до кельна и потом началось мероприятие от electronic arts и ты привез с собой кое-что не правда ли да я привез с собой несколько скриншотов нам было позволено сделать 10 собственных скриншотов и здесь вы видите первый из них итак это новый пользовательский интерфейс ажо сама работала над этим новым интерфейсом и это новый метод чтобы переключаться между городами в предварительной версии это было слева наверху а сейчас это все находится в новом пользовательском интерфейсе выглядит классно не так ли да эти круги я нахожу супер классными здесь мы можем видеть magnolia promenade новый город и да первый это виллу крик а второй оазис спинкс да точно а третий новый да новый но ты привез с собой еще больше информации что это что это да точно это новый городок магнолия promenade если вы кликните на этот кружочек перед загрузкой города из вы сразу переходите в новый город и между этими естественно нет никаких загрузок и сейчас вы видите новый городок и там находится четыре участка которые являются новыми предприятиями теперь и также можно видеть собственный новый собственный участок в этом случае наша семья также имеет свой собственный магазинчик здесь 49 есть зелененький значок а также сверху сверкает этот алмаз это означает что этот магазинчик принадлежит нашей семье новое то что этот магазинчик принадлежит не одному саму по целой семье и они могут управляться целым семейством и каждый из восьми возможных симов, и каждый из них может помочь. И все начальники. Точно. Ну, это как бы, это не все могут быть начальниками, конечно. Но можно так распределить обязанности, типа, ну, папа начальник или мама начальница. Дети, конечно, не могут помогать, но каждый из подросткового возраста может помочь, конечно же. Например, убираться или продавать. Ну, тогда идем дальше, или? Да. И мы можем дальше переключиться на следующий скриншот. И это, да, это, это, конечно, супер. Это новые инопланетяне, так они выглядят. И также они могут быть созданы в режиме создания персонажа. И настроено так, что мы можем сами выбрать цвет кожи, а мы можем создать их с самого начала или мы должны их как-то разблокировать. Но я думаю, что их можно создать с самого начала. Внизу, где обычно стоит плюсик, где можно создать нового персонажа, при нажатии на этот плюсик дается варианты создать нового Сима, либо создать инопланетянина. Классно? Да, точно. Ну, здесь я выбрал цвет кожи. А также можно изменять детали лица, все так же, как и в обычном редакторе. Можно также поменять нос, как хотите. Это выглядит очень круто. И можно реально сделать забавных инопланетян. И на экране вы видите все возможные варианты. А также их можно накрасить. Не знаю, возможно ли это для мужчин и инопланетян, но, крайней мере, для женщин и инопланетянок дается 25 новых вариантов макияжа. И это только для инопланетян. А также созданы два новых макияжа для обычных женщин. Но это, конечно же, немного меньше. А также на скриншоте вы можете видеть, что можно поменять уши. Также это новая особенность. Где-то я видел этот вопрос на Фейсбуке или где-то. Могут ли уши быть остроконечными? Да, они могут быть остроконечными. Я специально заскринил для вас. И да, к сожалению, для инопланетян невозможно иметь прическу. Они всегда имеют лысую голову. И женщины, и мужчины инопланетяне. И даже дети. Там есть дети. Классно, правда? У них такие же свойства, как у нормальных симов. Есть ли у них какие-то особенные черты характера или что? Инопланетяне могут обмениваться мыслями, как в Sims 3. Я это сам не видел. Как мне рассказала Жо, инопланетяне могут украсть, похитить с Симом. И еще я хотел сказать насчет одежды. И есть только два, ну как сказать, только существует два различных стиля. Мы здесь видим белый, а также дается второй, черный. Мы не можем одеть на них нормальную одежду симовскую. Но они же инопланетяне. Это же нормально. Или ты думаешь, что это упущение какое-то? Не-не, я думаю, что это нормально, что так придумано. Инопланетяне могут иметь тату. Нормальные тату или? Я точно не знаю, я не проверял еще. Ну да, у тебя же было всего два часа. Да, у меня было столько возможностей, но я, конечно же, не все успел проверить, не все успел попробовать. Да, я бы хотел иметь 6 часов игры, но это дополнение действительно такое обширное. Они должны были продлить мероприятие, да? Да, точно, 12 часов и весь следующий день. Да. А могут инопланетяне носить шляпы, когда у них нет волос? Я не знаю, я не смотрел. А, окей, ладно. Но значок не серый, поэтому вообще это возможно. Да, да, думаю, что возможно. А что я еще классное нахожу в этом костюме, все блестит и сверкает. И продюсеры решили, чтобы костюмы инопланетян и ученых, чтобы они блестели и отражали все. И здесь, в кассе, здесь не видно, потому что это статическая картинка. Все сверкает, переливается. Это выглядит вообще круто. Все анимировано, все анимировано. И особенно, когда дано всего два таких костюма, да? Да, точно. Я вообще восхищен, я не могу дождаться. Тогда идем дальше, да? Да. Ты здесь сделал скрин? Да, точно. Что это? Это новый мир. Он называется Сиксом, и это совершенно новый мир. И в этот мир можно попасть только через специальный портал у ученых. И для этого также нужно достичь вершины карьеры ученого. И здесь на скрине можно слева над розовым деревом увидеть этот портал. И вокруг можно увидеть прекрасные места. Реально поработали над этим миром. И, конечно, на скриншоте это не видно, потому что статично. На самом деле, то, что сзади озерцо, оно очень красиво сверкает и переливается. И выглядит очень супер красиво. И это секретная локация? Да, точно. Это секретная локация. Да, мы путешествуем через этот портал в этот мир. И это очень круто, потому что там можно собирать новые предметы. И появится новая категория в списке коллекций, которая будет называться типа кристаллы. Как называются кристаллы? Да, кристаллы, точно. Там появится 5 или 6 новых, я точно не знаю. Кроме этого, дается 2 новых металла и 2 новых кристалла, если я не ошибаюсь. И все это мы можем собрать в новом мире. Появилась новая особенность, что можно откопать инопланетных существ. Это не как камушки или клады, это похоже на то, откуда мы выкапываем лягушек сейчас. И что выходит? Планетные существа. Коллекционные, ну вот эти объекты собирательства. А, понятно. Мы, конечно, можем их по-другому разблокировать, а можем найти и на земле. И я также спросила об этом мире у Ажо, и она мне рассказала, что есть такая замечательная предыстория. И все было так, что этот мир существовал еще до Симс-2. Но в Сим-3 с этим миром у обычных Симов не было еще нормального взаимодействия. Такая история, что Симы произошли из этого мира, из Сиксома. Ну это просто класс. Такая история, также классное существует. Это супер жар. И один элемент, который меня очень обрадовал, он рассказывает про каких-то трех мужчин, и эту историю не совсем поняла. Но когда они вернулись домой после похищения инопланетянами, они получили маленький сюрприз, что эти мужчины забеременели. И теперь это свойство появилось в Симс-4, что мужчин можно похитить, и они вернутся забеременевшими. Инопланетным ребенком или как? Да, конечно, инопланетным. Я могу ошибаться, но я думаю, что это будет инопланетный ребенок. И когда ребенок родится, нам выпадет выбор, хотим мы его оставить себе или вернуть в его мир. И игрок может сам решить оставить этого ребенка в семье или вернуть его в свой мир. И это немножечко нежелательный ребенок, да? Да, точно. Да, может быть. Может быть и нет. Но потом с ним ничего не случится, он просто вернется назад, да? Да, точно. И все будет хорошо. Также силы могут быть похищены не только, когда они смотрят в телескоп, а также может случиться, когда они будут смотреть на звезды. Просто смотреть на звезды? Ну да, это может случиться просто так. Я не совсем точно понял, как это будет функционировать. Ну ты это сам не видел? Это тебе рассказал разработчик? Да, мне это рассказала разработчица. Я, к сожалению, не смог играть инопланетянами и посмотрел, как другие играют ими. Но я создал инопланетянина в кассе. Но мне не пришлось им поиграть. Но я думаю, что это классно, потому что каждый должен сам попробовать, как это и сам сыграть. Когда узнать все наперед, тогда, да, не очень интересно. И этот скрин, который вы сейчас видите, это официальный скрин, это сделал не я. Мы получили это эксклюзивно от Electronic Arts. Здесь мы можем видеть, что инопланетяне имеют экстраспособности, что они могут украсть других симов, похитить их. И также есть новое свойство у ученых. Когда они выходятся на высоком уровне карьеры, они могут манипулировать другими симами. Они делают это с помощью специальных зелий или как? Не только с этими напитками. Они делают это просто так. Это новое действие, новая анимация. Можно просто крикнуть на сима, и появится новое действие. Ну что, пошли дальше? Да, пошли. Что у нас здесь? Скриншот. Да, это скриншот новой фотостудии. И это реально круто. Вы, наверное, уже видели это в трейлере. Я не знал, что в трейлере это будет показано, и поэтому сделал на всякий случай сам тоже скриншот. И есть новая особенность, где можно выбрать фильтр на фотографии, можно увеличить фотографию. Сделано реально круто. А мы можем выбрать позы для фотографий? Я не знаю, но я думаю, что, наверное, можно выбрать. Я не знаю. Окей, ладно. И как там с этой фотостудией, как все там работает? В режиме строительства есть два или три, я могу ошибаться, но там есть цифровые камеры, и мы можем снимать на них фото, а также везде таскать с собой. Но у этой фотостудии есть преимущество, так как в ней можно делать снимки нескольких симов одновременно. И эти фотки намного качественнее. И эти фотки, какую можно потом продавать? И должны мы также платить моделям? Или они просто будут приходить и что там дальше? Я не знаю точно, связано ли это с какой-то системой, но это тоже отдельный навык, да? Да, это относится к навыку фотографирования. Но когда у человека будет в собственности фотостудия, большая вероятность, что фотки будут очень высокого качества. И таким образом можно подрабатывать денежку. Фотки не обязательно продавать, их можно также повесить на стену, как, например, здесь справа. Да, нас, кстати, спросил Роберто Сим на странице SimFans.de в Фейсбуке, могут ли Симы также фотографировать себя лично и вешать их на стены и или также продавать? Да, конечно. Можно выбрать различные форматы, вешать на стену. А здесь у нас новый скриншот аппарата, рентген аппарата. Этот навык может быть открыт, когда мы начнем лечение Сима. Первонаперво медицинский работник должен проверить все анализы и исследовать больного Сима. Но это целый процесс. Больные Симы имеют специальный символ, который мы можем здесь видеть над их головами. И они ложатся в больницу на коечке. И наш личный Сим, ну наш врач, он может исследовать этих Симов и начать его лечить. У нас есть второй скрин, кажется, да? Да, точно. Здесь мы можем видеть койку, а также действия, которыми мы можем лечить нашего пациента. Мы можем его исследовать. Также распоряжение врача, а также есть дополнительные действия к ним. Можно взять мазок на анализ у пациента. Есть специальный аппарат для анализов. Можно загрузить в машину эти мазки для анализа. А также нужно результаты этого анализа заархивировать на компьютере. А, я вижу в инвентаре. Да, в инвентаре находится пробирка с анализами этого Сима. И мы должны эту пробирку засунуть в машину для анализов. И когда мы все эти действия правильно совершим, мы можем поставить Симу правильный диагноз. И также был вопрос на Facebook. Я очень хорошо помню. Да, Лаура Хелла спросила, будут ли там болезни, которые есть в нашем мире. Нет, там нет таких болезней, которые есть в нашем мире. Я получил сообщение, что после исследования я узнал, что у Сима болезнь взаимодействия. Есть также и другие заболевания, но два, которые для меня оказались самыми запоминающимися. Они называются так же, как в нашем мире. И названия реально забавные. Я себе выписал чесотка пламбоба, подливая лихорадка. Ну, у нас тоже существует лихорадка, конечно же. Но, естественно, это, соответственно, совсем нет, совсем не существует чесотки пламбоба у нас. Сейчас я расскажу одну историю, которая со мной случилась с моим пациентом. Я начал выписывать на бумагу свои мысли и впечатления, но не поставил игру на паузу. И тогда мой пациент просто взял и ушел из больницы. Я такой не понял, что случилось, что он уходит, что он потерял интерес, что ты с ним ничего не делаешь или что. Потом я получил сообщение, что мой пациент недоволен. И все, ну почти все пациенты ушли из больницы. А также вышло сообщение, что типа я иду в другую больницу, где меня лучше вылечат. Я не знаю, это был баг или что, что все так быстро случилось. Это случилось действительно быстро, вы должны быть очень осторожны. Но я работал над этим же Симом. Но я же ему поставил диагноз чесотки пламбоба. Я думаю, что это супер круто. У меня теперь еще больше желания возникло играть. Я не мог вернуть его в больницу, потому что он уже ушел, все. Да, это очень жаль. Когда вы начинаете новую карьеру, там включается автоматическая обучалка. Как это все работает. И имеет смысл глянуть в этот туториал, потому что некоторые вещи могут быть сложными. И также есть такая система, как в вечеринках, что мы должны выполнить все действия, которые нам высвечиваются. И это сделано очень организованно. Я думаю о будущем дополнениях, что если бы появилось дополнение путешествия, то это было бы очень круто с таким интерфейсом. И продюсеры предложили классное решение. Единственное, что мне не нравится, некоторые действия могут быть монотонными, однообразными. И что Симы могут так быстро убежать от нас. Я не знаю, можем ли мы это как-то изменить в настройках где-то. Если я что-то забыл, если я что-то не сказал, вы можете прочитать это в моих заметках. Ну, ссылка, ссылка будет под нашим видео. Вы также можете прочитать это на сайте simfans.de. Тогда мы скажем, что это была первая часть нашего специального выпуска. А вторая часть будет о магазинах и так далее. Матиос принес с собой несколько скринов? Да, конечно. До следующего раза тогда. Пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, да, да. Чао. Продолжение следует...